Этой традиции уже 37 лет. Ежегодно с 1981 года старшеклассники Черкеска с начала сентября до конца мая несут вахту памяти. Весь учебный год, день за днём, в любую погоду они стоят на посту номер один. По три человека, сменяя друг друга каждые 20 минут, своей стойкостью они олицетворяют патриотизм современной молодёжи. Раз, два, три, четыре. Всего за эти годы в почётный королу поста номер один заступило около 30 тысяч ребят. Все они прошли здесь школу возмужания, прикоснувшись сердцем к подвигу старших поколений. Иван Лысенко в далёком 1981 году был первым начальником штаба поста номер один. А ныне действующий начштаба был в то время его подчинённым. Вот она, преемственность поколений. Сейчас начальник штаба Ибрагим – это мой бывший воспитанник. Он был в то время у меня в штабе. Он продолжает мои традиции, прислушивается к моему мнению. Вы знаете, сейчас на уровне работа, на очень высоком уровне. И я благодарен им за это. Начиная с 1981 года, с момента открытия поста номер один в городе Черкесске, до сегодняшнего дня служба на посту номер один города Черкеска не прерывалась ни на один год. Несмотря на все сложности социально-политические, служба на посту номер один города Черкеска неслась всегда. Все 36 лет с момента открытия, без перерывов, молодое поколение города Черкеска несло почётную вахту памяти в мемориал огонь вечной славы города Черкеска. Вот и сейчас ежегодно около 700 школьников несут в Черкесске вахту памяти. Как и раньше, это очень почётная миссия, и допуск к почётному караулу получают только лучшие. Но есть у поста номер один ещё одна традиция. Перед закрытием вахты здесь проходит награждение лучших школьных отрядов. По итогам нынешнего учебного года третье место заняла гимназия номер 9, второе – лицей номер 15. Победителями стали ученики школы номер 2, получившие переходящий кубок и право заступить на пост номер один в священный для всех день – 9 мая. Наша школа очень довольна этим кубком. На следующий год мы тоже хотим получить такой кубок. Мы очень рады этой награде. Завершилась церемония традиционным возложением цветов к братской могиле у мемориала «Огонь вечной славы». Арнесчуков Радомир Князев, Архиз, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова